Евгений, добрый день. Да, добрый день. Как ваши дела? Более-менее все в порядке, спасибо большое. Здорово. Готовы начать? Да, конечно. Отлично. Представьтесь, пожалуйста, за словах, кто вы и чем вы занимаетесь. Меня зовут Евгений Кунин. Я думаю, отчества не нужны. Я биолог и работаю в Национальной институте здравоохранения. Я занимаюсь тем, что называется computational biology, компьютерной биологией, в разнообразных аспектах, которые в основном, тем не менее, группируются вокруг темы исследования эволюции геномов. в попытках понимания эволюции жизни путем углубленного сравнительного анализа геномов, организмов, а также структур белков. Занимаюсь уже много лет. Одно из важных направлений нашей работы – это исследование разнообразия и эволюции вирусов. Пожалуй, хватит для начала. Знаете, здорово. Я не знаю, где-то я это услышал, что для того, чтобы понять биологию, нужно очень хорошо понимать природу эволюции. И вот я к своему стыду-то как раз совершенно не понимал. Мне до недавних пор казалось, что у жирафа длинная шея, потому что он всегда тянулся к чему-то повыше, и за миллионы лет у него эта шея вытянулась. Тут мне недавно объяснили, что наоборот, что вроде как в ходе эволюции рождалось различное многообразие, и какие прижились, те и продолжили развиваться. Если бы можно было отмотать до того, как появилась компьютерная модель эволюции, до самого ее начала, если поговорить о природе эволюции, можете более подробно рассказать, что все же такое эволюция с точки зрения биологии? Да, конечно. Видите ли, тот пример, который вы приводите про жирафа, вы уж простите, но я думаю, вы немножко лукавите. Потому что уж слишком он хрестоматийный. И ваше представление о том, что у жирафа длинная шея, потому что они всегда ее тянули, он и его предки всегда ее вытягивали, уж слишком восходит к классическому примеру Жан-Батисту Ламарка, который он придумал больше 200 лет назад. Ну, тогда, так сказать, выражаясь несколько уже более современным, наукообразным языком представление о наследовании приобретенных признаков и в частых признаков, которые приобретаются путем упражнения. Так сказать, интересная идея, и даже, может быть, не абсолютно ложная, но все-таки не отражающая, так сказать, основные эволюционные процессы. Ну, а в середине девятнадцатого века, то есть то, что классическая книга Ламарка «Философия зоологии», которые эти вещи систематически изложены, вышла ровно в год рождения Чарльза Дарвина. Ну, и вот Дарвину и, так сказать, Альфреду Расселу Волесу в одно и то же время, в середине уже девятнадцатого века, ну, впрочем, Дарвин над этим работает долгие годы, удалось обосновать другое и, так сказать, осмысленное представление об изменении живого. Впрочем, тут нужно, наверное, отойти даже еще на один шаг назад и сказать, что люди часто думают, что Дарвин открыл эволюцию. Это, конечно, не так. То, что организмы изменяются, ну, в частности, наблюдая процесс искусственной селекции в сельском хозяйстве, было понятно за много лет до того, во всяком случае, в восемнадцатом веке, и, конечно, и раньше. Но масштабы этого изменения, и, конечно, были ископаемые, и возникали идеи, что это какие-то предки, но возникали другие идеи. Но, так сказать, масштабы этих изменений – это уже другое дело. В общем, была весьма популярной точка зрения среди биологов, скажем, в конце XVIII-начале XIX века, что Господь создал все виды, а уж потом происходят какие-то незначительные изменения и подборки. Вот такого типа. Ну, вот Дарвин сделал несколько, так сказать, решающих шагов, чрезвычайно смелых, героических, высказав, так сказать, представление о том, что все разнообразие жизни – это результат эволюции, что вообще, так сказать, скорее всего, и практически наверняка, все живое происходит от одного общего предка, с одной стороны, а с другой стороны он предложил механизм эволюции, вот к которому обратились в вашем вопросе и вы. Механизм эволюции путем естественного отбора, как и называется его главная бессмертная книга в подзаголовке, который состоит, это понимание состоит в том, что возникает огромное количество всяких вариаций, отбираются те из них, которые приспособлены лучше других, соответственно, размножаются быстрее других, это, так сказать, количественное, так сказать, реалистическое выражение приспособности – это именно скорость размножения, и что другое. Вернее, даже, будем говорить, не скорость, а количество поводовитого потомства, которое оставляет конец. И вот Дарвин сформулировал вот это представление, которое, так сказать, ну как бы оно в значительной степени и в его представлении исходило из, так сказать, экономической теории Адама Смита, согласно, который, так сказать, эволюцией экономики и прогресса управляет невидимая рука рынка. Но вот здесь, так сказать, по отдаленной, но вполне осознававшейся Дарвина аналогии, эволюция управляет невидимая рука естественного отбора. Но при этом Дарвин не понимал, так сказать, он не сделал этого следующего скачка, он, так сказать, не понимал материальные природы наследственности и существование, так сказать, дискретных генов. Этого он не понимал, имел какие-то фантастические представления наследственности, как и большинство людей в то время. Была сделана уже работа Мендолина, она была людям неизвестна. И следующий, так сказать, гигантский скачок в понимании эволюции произошел в начале 20 века, когда процесс эволюции удалось связать с процессом изменения генов. Их, так сказать, химическая природа была непонятна, но это удалось связать и построить математическую теорию о популяционной генетике, которая в значительной степени, которая со всякими сложными дополнениями остается действующей в настоящее время. И в результате развития этой теории удалось понять следующую принципиальную вещь относительно процесса эволюции, которая состоит в том, что в процессе эволюции, помимо естественного отбора, который никто уже никогда не мог изменить, играет значительную роль случай, так называемые генетические идеи. То есть для Тарвина и его ближайших последователей роль случаев эволюции ограничивалась возникновением изменений, возникновения мутаций, как потом стали говорить, изменчивостью. В результате развития теории популяционной генетики стало ясно, что это не вся история, что весьма часто какие-то формы, которые имеют, так сказать, не максимальную, но какую-то, так сказать, минимальную совместимую жизнепреспособность выживают случайным образом. Кому повезло, тот иначе. Собственно говоря, отвечая на ваш вопрос в кратчайшей форме, мне кажется, я сказал все то, что, так сказать, абсолютно необходимо. Добавлять, конечно, можно говорить неделями без перерыва. Ты знаете, что любопытно, вот именно, вот если говорить о том, что условно все началось из какого-то простейшего там одноклеточного организма, но вот эти вот первичные мутации, первичные изменения, это было следствие чего? То есть вот как все началось? То есть, ну понятно, было деление, во-первых, изначально как появился процесс деления? Он уже изначально был? Ну, видите, как был такой знаменитый по ряду причин русский биолог Николай Владимирович Тимофей Фрисовский. И вот когда ему задавали этот вопрос, крупный генетик, когда ему задавали этот вопрос, он отвечал так, знаете, я не помню, я был тогда очень маленький. Вот. Так вот, могу это повторить. Ну, на самом деле, понимаете, вопрос о том, как возникла жизнь и как возникла клетка, я думаю, что это один и тот же вопрос. Жизнь следует называть именно первые клетки. Это вопрос не только что трудный, но и совершенно нерешенный. значит, ну, будем исходить из того, что, так сказать, скачком из простейших органических молекул это возникнуть не может, так и такой уровень сложности, это очень большой уровень сложности, даже одна клетка возникнуть не может, это значит, должны были быть какие-то промежуточные стадии. Мы, в сущности, очень слабо знаем, что они собой представляли. И тут есть два, так сказать, принципиальных компонента. Один компонент, это, так сказать, физическая основа клетки. Вот клетка, в ней есть мембрана, она что-то пропускает, а что-то не пропускает. Значит, она должна сохранять свое, так сказать, физическое единство в течение какого-то времени, получать какие-то вещества извне, из них, так сказать, себя строить, самое себя поддерживать, потом как-то делиться каким-то образом. Так сказать, вот то, что называется репродюсер в современной эволюционной биологии, вот, так сказать, физическая структура, такая вот единица, которая поддерживает себя непрерывно. Это, так сказать, одна страна жизни. Вторая страна жизни – генетика. Внутри таких клеток должен быть то, что называется, геном, то есть нуклеиновый кислотан у всех современных клеток. У вирусов это бывает РНК, и возможно, это указывает нам на то, чтобы раньше. То есть, но в любом случае должен быть геном, который, который, так сказать, кодирует компоненты вот этой системы и обеспечивает их, так сказать, долговременную стабильность воспроизведения. Вот эти два компонента, как они возникали в ходе эволюции, это вопрос совершенно нерешенный. Хотя, конечно, он интенсивно исследуемый, как теоретически, так и экспериментально, с рядом интересных результатов, вопрос нерешенный. Значит, какое сейчас господствующее представление заключается в том, что в жизни, как мы ее знаем, то есть существованию клеток, сложные и многоточные организмы здесь не важны, они появились поздно. А вот, так сказать, существованию клеток, которые, так сказать, достаточно сложно устроены, которые преобразуют энергию, имеют достаточно сложный обмен веществ, метаболизм и имеют геномы, которые реплицируются и поддерживают всю эту систему. Так вот, все это, вот этот уровень сложности, он существует где-то 3,5 или несколько больше миллиардов лет на Земле, и более-менее господствующее представление состоит в том, что этой стадии революции предшествовал так называемый мир РНК. То есть, так сказать, некоторая примитивная форма, ну, тут уже сложно говорить, где же, так сказать, началась жизнь, но какой-то преджизни, так сказать, или примитивной жизни, в которой, так сказать, как не было ни ДНК, ни белков, по крайней мере, так сказать, таких, которые кодируются геномами, а были только РНК, которые делали как бы все, то есть, выполняли и генетические функции, и функции катализаторов, которые теперь выполняются белками. Это для этого, так сказать, доказать, что было именно так, в строгом смысле, видимо, просто невозможно, но для этого есть серьезные основания, так сказать, чисто логически что-либо другое представить себе очень сложно, потому что синтез как ДНК, так и белков, это сложные процессы, которые не могли возникнуть в одночасье. Какая-то уже предшествующая этому системе репликации должна была существовать. И вот РНК это единственный, так сказать, реалистический кандидат на это дело. И действительно, РНК может использоваться в качестве наследственного материала, как мы это наблюдаем у многих вирусов, ну и в каком смысле наблюдаем и в клетках, потому что они используются для синтеза белка, и в то же время обладают многими интересными каталитическими возможностями, которые достаточно интенсивно исследуются в лупарке. Вот примерно такие, опять-таки очень коротко у нас есть представления о происхождении жизни, очень-очень многое. Значит, что касается того, как возникло деление, ну, это нет, однозначно. В деление приходится предполагать, что когда-то в начале, так сказать, процесс деления клетки, это такая замечательная, так сказать, хореография, это очень хорошо организованный точный процесс. В нем, конечно, тоже бывают ошибки, но тем не менее. Стоится только предполагать, что этому предшествовала некая стадия очень примитивного деления вот таких протоклеток, которые, ну, как бы просто делились за счет поверхностного натяжения. И делились вот так, совершенно, конечно, неточно и нерегулярно за счет поверхностного натяжения. Ну, на эту тему проводится много, так сказать, то, что такое возможно, это очевидно, но проводится много экспериментов о том, как бы пытаться в какой-то форме моделировать вот этот биологический процесс. Что касается того, как происходят изменения, ну, вот это как раз вопрос довольно простой, потому что даже уже не биология, а термодинамика, говоря о том, что копировать какую-либо информацию без ошибок дело невозможно. Это требует, так сказать, бесконечно, для длинного, для большого количества информации, это требует, так сказать, гигантского количества энергии поедели бесконечно. Поэтому ошибки возникают неизбежно, и вопрос состоит не в том, как произвести изменения в генетическом материале, а в том, чтобы не произвести слишком много, чтобы стабильность могла сохраняться. и это отдельная, так сказать, сложная тема, для этого есть много механизмов. То есть, я просто объясню природу моего вопроса, то есть, понятно, что вопрос не был, расскажите мне то, что никто не знает. То есть, можно тогда предположить, что эволюция, сам механизм эволюции заложен на вот каком-то как бы масштабе Вселенной. То есть, сначала эволюция происходила в физике, то есть, сначала же были частицы, и там был безусловно какой-то процесс эволюции, который впоследствии, как следующий виток, привел по теории к формированию РНК, потом дальнейший этап. То есть, клетка это просто какой-то из витков эволюции. Не с этого началась эволюция, а именно она была еще раньше. Просто какой-то переход из физики вдруг перешел в момент, когда появилась жизнь, прошел в биологию. И сейчас он развивается именно в сегменте биологии. Это очень, так сказать, хорошее замечание, на мой взгляд. Действительно, здесь, наверное, уже нужно говорить в моих представлениях, с моей точки зрения, действительно, процесс эволюции в некотором смысле селекции, не ограничен биологией, а начался, ну, так сказать, не вдаваясь уже в космологию глубоко с момента Большого взрыва, ну, когда, собственно, вообще-то и частиц не было, но быстро, конечно, они возникли тут же. А потом это, так сказать, достаточно сложный процесс эволюции, который, ну, вообще говоря, на уровне Вселенной ведет к повышению энтропии, в порядку, но локально в процессе возникают упорядоченные структуры, молекулы, их скопления, планеты, планетные галактики, планетные системы и так далее. А биология действительно одно из проявлений, которое, так сказать, мы знаем один пример, разумно предполагать, что он не единственный такой вот циообразный фазы значительно более эффективной эволюции, значительно более эффективной селекции, можно так сказать, такого эффективного процесса обучения в некотором смысле. который связан в первую очередь с этим, так сказать, с этой, так сказать, поразительной инновацией в ходе эволюции, а именно возникновения кодирования и репликации. Этим колоссально повышается эффективность селекции. В результате могут возникать исключительно, так сказать, сложные объекты. Как мы? Если вот посмотреть на эту ситуацию, как бы немножечко взять и вот эту модель, насколько, я сейчас боюсь ошибиться в цифрах, но если начинать все отсчитывать с большого взрыва, там, как там, 13,8 десятых миллиардов лет, существование жизни с момента большого взрыва, это, ну, какой-то часть этого времени, то есть там спустя, наверное, там 80% времени после большого взрыва образовалась жизнь, да? Даже, может быть, уже, может быть, даже ближе, сколько там, ну, не больше трех миллиардов лет. Ну, во-первых, больше. Больше? Ну, конечно, так сказать, три с половиной миллиарда лет назад жизнь точно уже на Земле существовала. Окей, ну, допустим, да, ну, допустим, четыре, да. Вот, тогда можно ли предположить, то есть получается, 9 миллиардов лет была эволюция на уровне физики частиц, сейчас 4 миллиарда лет и неизвестно еще сколько в будущем эволюция на уровне биологии. Кажется ли, что в будущем возможен следующий переход от биологии к чему-то еще? Что мы... Ну, подождите, давайте сначала про прошлое, потому что это не совсем точно. Ага. Значит, во-первых, 9 миллиардов лет эволюция происходила не только на уровне физики частиц, но уж безусловно достаточно быстро, через там какие-то сотни миллионов лет, после большого взрыва десятки, возникли и атомы, и молекулы, и вот за несколько сотен миллионов лет звезды, галактики, непростые уже объекты, обладающие некоторой стабильностью, собственной, так сказать, эволюционной стабильностью. Почему вы или кто-либо думает, что жизнь возникла 4 миллиарда лет назад? 4 миллиарда лет назад или около того, она возникла на одной крошечной планете из, так сказать, эффективно бесконечного числа аналогичных планет, многие из которых сформировались, ну, грубо говоря, через миллиард лет, допустим, после Большого взрыва, и почему вы думаете, что тогда не было жизни на каких-то этих планетах? Ну, да, то есть, тут нужно понять, с момента, то есть, мы просто непонятно, вот с точки зрения Большого взрыва, я взял пример Земли, только потому, что, как бы, ну, проще за что-то зацепиться, потому что у нас есть какие-то реальные основания, что жизнь есть, все остальное это всего лишь предположение, что где-то есть там органические какие-то другие существа или там какие-то простейшие организмы, я просто, ну, то есть, однозначно был момент, когда это была только физика, были там частицы, потом образовались молекулы, соединения, и потом только появились какие-то органические формы жизни. Правда, правда. То есть, вот это же срок, был какой-то отрезок, следующий отрезок это биологическая форма жизни, и вот это конечная форма эволюции, либо за этим, как можно предположить, что следующая форма эволюции, там спустя, может быть, еще какое-то количество миллиардов лет, либо все-таки это уже та фаза, в которой мы будем эволюционировать дальше. Да, понимаю. во-первых, все-таки еще раз я, так сказать, чуть-чуть поправлю в том смысле, что представление о фазах, оно не очень точное. Это характерное представление, вот как, когда показывают процесс эволюции жизни, показывают там сначала что-то такое одноклеточное, которое где-то там болтается, потом рыбы плавают в океане, потом динозавры и так далее, и так далее. Дело в том, что следующая фаза никак не отменяет предыдущие. Они же продолжают существовать в основе. Жизнь на Земле состоит в основном то из бактерий. Ну, точно так же и с самой жизнью. Уверяю вас, физическая эволюция продолжается. Образуются новые звезды, взрываются сверхновые, галактики разлетаются с увеличивающейся скоростью, энтропия в целом растет, локально может уменьшаться. Все это продолжает происходить. Так что не нужно говорить о фазах. Но тем не менее, вопрос интересный. Вопрос интересный. Действительно, новая форма эволюции с увеличенной сложностью и эффективностью эволюции, как мы уже говорили, действительно возникла. Мы точно знаем, что один раз. Ну, представляется крайне странным думать, что это произошло действительно один раз. Хотя, не исключено и это, что в нашей, так сказать, видимой Вселенной действительно это так и есть. Что это очень, так сказать, это достигнуть очень трудно. Действительно, нелегко. Значит, что дальше? Понимаете, так сказать, возрастающие уровни сложности в ходе эволюции не возникают из ничего. Сложность – это, так сказать, emergent phenomenon. она, не знаю, не знаю, как это переводить, так сказать. А можно не переводить? Да. Это emergent феномен. То есть, так сказать, новые уровни сложности возникают из взаимодействия предыдущих. Ну, вот, так сказать, клетка там не возникла из ничего, она возникла из молекул. Но определенные сочетания молекул, объединяясь, превратают, так сказать, свойства нового единства, так сказать, существенно более сложной системой. Далее, так сказать, многоклеточные организмы, животные и растения. Это, так сказать, то же самое. Вот этот процесс, так сказать, эволюционных транзиций, как мы его называем, так сказать, на более наукообразном языке. Сходные, ну, так сказать, в самых грубых чертах с фазными переходами в физике, когда вот вода там замерзает, образуется лед или, наоборот, вообще спар. Возникают, так сказать, новые сущности. Сущность и такая новая форма эволюции уже возникла. и мы с вами не только ее наблюдаем, но в ней и находимся. Потому что, так сказать, нисколько не, так сказать, преуменьшая значение биологического происхождения человеческой цивилизации, это, тем не менее, бесспорно новый уровень эволюции. Он уже, он, так сказать, новая форма эволюции, которая включает, так сказать, новые феномены, новые пути передачи информации, вне всякого сомнения. Она уже, она уже существует и эволюционирует своими путями. Если говорить, так сказать, о самых общих законах, то так же, как другие эволюционирующие системы, а если конкретнее, то и по своим неким законам. может ли возникнуть что-либо, так сказать, следующий уровень какой-то, так сказать, интеграции, который приведет к чему-то качественно новому? Думаю, что, вероятно, может. Хотя, конечно, так сказать, прогнозирование таких вещей, которые занимают довольно существенное время, это уже из области научной или не совсем фантастики. Тогда можно ли, ну, как бы, не знаю, сделать вывод о том, что эволюция это процесс передачи информации? Бесконечный процесс. И что является медиумом для этого передачи информации? Это либо там органические, неорганические какие-то существа. И это всего лишь носители, которые передают информацию от частицы к частице, от клетки к клетке, ну, и так далее. Единственный смысл это бесконечная передача информации и накопленного какого-то генетического материала. Ну, видите ли, говорить так можно. Действительно, передача информации это совершенно центральный компонент эволюции. и без этого ну да, конечно, так сказать, вот у нас есть такие даже статьи, где-то, так сказать, и у нас, не только у нас, где-то, так сказать, говорится, что evolution is learning, действительно, накопления и передачи информации. Так говорить, конечно, можно, и в общей форме это совершенно невозможно отрицать. Но, и, кстати говоря, конечно, мы же в этом смысле мы понимаем процесс эволюции в каком-то смысле неплохо, потому что мы, например, наблюдаем такую вещь, как эволюция компьютерных вирусов. Ну вот нечто сейчас совершенно не было раньше в природе, а вот в результате человеческой деятельности возникло и происходит. Ну а если не говорить о чем-то таком противном, как компьютерные вирусы, есть, так называемые генетические алгоритмы, которые построены, которые позволяют программам эволюционировать, рекомбинировать, и потом из них, так сказать, отбираются удачные. Это очень перспективное цветущее направление компьютерной науки. Вот, так что действительно, вот, так сказать, в самом широком смысле, да, эволюция это процесс передачи информации и, так сказать, обучения, в результате чего эта информация меняется в ходе эволюции в каком-то смысле направленным образом. Это с одной стороны. С другой стороны, жизнь – это все-таки совершенно конкретный, реальный феномен, который существует поразительно долгое время, очень стабильный, так сказать, феномен, стабильная, так сказать, эволюционирующая система, которая держится, раз возникнув вот уже 4 миллиарда лет и недоряд ли исчезнет до того, как исчезнет сама галактика. Ну, не галактика, а Солнечная система. Вот. И тут нужно понимать, что химии, так сказать, возможностей для создания таких вот реплицирующихся и репродуцирующихся систем, они очень ограничены. Так сказать, мы не видим в сущности для носителя такого эффективного носителя информации другого субстрата, кроме нуклеиновых кислот. А химия, надо сказать, ведь она по всему, что мы понимаем, скорее всего, правильно. Одна во всей Вселенной. Поэтому так сказать, возможности это довольно ограничены для химической основы возникновения жизни. Нуклеотиды могут быть другие, аминокислоты могут быть частично другие, но особенно далеко от этого не уйдешь. Вы знаете, что тут любопытно, я не знаю, сейчас вы, может быть, посмеетесь над какой-то мыслью, которая возникла со мной в голове. Но вот смотрите, вот когда я говорил о смене эволюционного какого-то этапа, вот что я имел в виду. Но это абсолютно позиция человека, вообще не понимающего, о чем он говорит. То есть сейчас, если все-таки зацепиться за то, что эволюция это процесс передачи информации, то информация определяет медиум. То есть генетический материал, он переходит только в рамках одного медиума. То есть носителем человеческого генома может быть только человек, потому что человек является медиумом для переноса этой информации. То есть мартышка вряд ли может нести себе ген человека. Я имею в виду именно в том виде, в котором он есть в нас. А вот следующий вид эволюции, вот посмотрите на флешку, в ней может быть любая информация, аудио, видео, текст, все что угодно. То есть для нее форма и информация не является прямой корреляцией. Единственное, что там в объем памяти, который может записать ту или иную информацию. Вот можно ли так сказать, что есть прямая взаимосвязь между информацией и носителем этой информации? Либо же это происходит как-то немножечко другим каким-то способом? Ну как тут так сказать конечно это на самом деле вопрос посмеяться совершенно нечего после вопрос действительно очень такой тонкий и сложный. Ну наверное можно сказать что в принципе нет. То есть природа информации едина. Понимаете вы говорите про флешки там про компьютер и так далее. Ведь никакого так сказать волшебного иного способа записи информации там нет. Она вся последовательность нуля и единиц. только очень длинная. С другой стороны материальный субстрат конечно может быть разный. Вот так сказать ДНК это одно силиконовые там чипы на которых от последовательности нуля и единиц записывается это другое ну можно в конце то там и на счетах записывать то же самое. разные существуют способы то есть ну как принцип процесс хранения и передачи информации не связан жестко с субстратом это исключительно общий но по-видимому из всего что существует вообще в мире наиболее общий процесс так сказать совершенно универсальный с одной стороны с другой стороны надо все-таки понимать существуют очень выделенные субстраты ну вот мы уже этого коснулись при всем своем разнообразии химии химии молекулы при всем разнообразии химии молекул очень немногие из них очень немногие сущности еще один вариант который один тип молекул который действительно хорошо приспособлен для долговременной эффективной передачи информации в технике есть больше но тоже возможности очень ограничены вот эти самые так сказать силиконовые чипы там диоды это это очень выделенный так сказать субстрат вероятно может какой-то другой но который будет сравним по эффективности но тем не менее физика и химия задают на практике достаточно жесткие границы для того что так сказать может использоваться эффективно для передачи информации а что нет тут понимаете я может быть не совсем как бы до конца точно выразиться что не только сам процесс передачи информации но информация которая несет себе жизнь потому что чисто теоретически можно представить будущее когда вот сейчас работа над различными симуляциями приведет к созданию симуляции всего там симуляция организма человека любой клетки то есть будет какая-то компьютерная модель я не знаю может быть может нет и в конечном итоге что тогда можно ли сказать что стопроцентная симуляция того что происходит в нашем организме является созданием жизни ведь наверно нет ведь это как бы что-то немножко другое это как раз таки информация в чистом виде а то что является переносится из одного человека другому это передача жизни то есть а информация это всего лишь какой-то какой-то код который эту жизнь активирует который говорит там всем что нужно делать для того чтобы эта жизнь была ну видите ли мне кажется такие представления нуждаются в некоторой коррекции привязки к реальности это точно реальность это так сказать начинается матрица и все такие дела вот реальность все же состоит в том что вот жизнь и любой эволюционный процесс он действительно состоит так сказать из играющего решающего информационного компонента но в нем есть еще и существенный физический компонент нуклеиновые кислоты и любые другие носители информации делаются из чего-то для этого нужна для того чтобы это из какого-то кирпичей из каких-то блоков молекул или пусть так сказать атомов неважно но из какого-то субстрата для того чтобы этот субстрат получать концентрировать собирать нужные структуры а структуры для передачи информации не могут быть слишком простыми для всего этого нужна энергия для всего этого нужен сам этот материал материальный носитель совершенно необходим да сейчас можно создать компьютерную систему которая будет поддерживать существует которая поддерживает эволюционный процесс ее можно усложнять и в принципе симулировать действительно все что угодно но все это требует реальных материалов и энергии из возобновляемых источников иначе ничего этого не будет что будет если люди так сказать допустим построят такие компьютерные системы которые будут воспроизводить самих себя добывая из окружающей среды вещество и энергию и их перерабатывая в собственные копии будет ли это называться жизнью ну что чем называть вопрос философский и как большинство философских вопросов никогда не имеющие однозначных ответов но тем не менее мне кажется причин не называть такой феномен жизни вообще-то не будет но это совершенно так сказать отдельная отдельная тема а вот так сказать виртуальная реальность существующая в отрыве от физической это химера этого быть не может очень любопытно то есть по сути вот как бы получается особой связи с биологическим материалом с точки зрения передачи информации нет то есть вот именно важна ли вот форма с точки зрения передачи информации но вот есть вот как бы наследственность да и так далее то есть по сути то как каким есть то есть как человек выглядит это какой-то некий отпечаток который потом будет перед передан другому человеку в виде каких-то отличительных черт получается да что информация определяет форму безусловно информация определяет форму так оно в эволюционирующих системах и есть будь это организмы или компьютерные системы но как бы сказать и форма и так сказать физическая природа этих эволюционирующих систем задает пути и формы передачи информации я подчеркну еще раз что жизнь можно и весьма продуктивно рассматривать на уровне информационных процессов но тем не менее не следует забывать слишком надолго что ее материальный субстрат важен и в общем если не уникален то задан достаточно жестко а можно ли тогда предположить вот опять же глядя на какие-то физические объекты которые имеют определенные циклы когда наблюдают за какими-то небесными телами вот там допустим звезды они проходят определенные стадии и как бы это наблюдалось в разных совершенно галактиках в разное время происходили какие-то абсолютно циклические процессы можно ли сказать что с точки зрения эволюции биологической тоже есть определенная цикличность и уже как будто бы есть неизвестная для нас конечная форма вот который завершит этот биологический цикл и возможно это запустится заново и так далее то есть по аналогу с физическими телами солнце там рождается взрывается потом там увеличивается сжимается снова и вот эта бесконечная череда роста взрыва и так далее и вот так же биология то есть мы условно живем в мысли о том что биология это как бы какой-то случайный вариант который ведет нас к чему-то совершенно непредсказуемо в будущем а есть ли вероятность того что все эти случайности они заложены вот в какой-то диапазон случайностей которые приведут к однозначно чему-то очень четкому и понятному для тех кто допустим находится сейчас вот если там на земле 4 миллиарда лет а есть планеты в других системах где допустим жизнь уже там 8 миллиардов лет и они находятся в определенной стадии что нам только предстоит как виду оказаться через 4 миллиарда лет и это будет плюс-минус одно и то же ну это очень так сказать такие интересные вопросы на которые никакого однозначного ответа дано быть не может так сказать маленькое такое ну уточнение что ли я бы нам не говорил цикличность потому что скажем вот непосредственность стадии эволюции звезд это не цикличность они рождаются потом так сказать выжигают все топливо водород который у них есть и и умирают потом сверхновые появляются нет новые конечно появляются но эволюция одной звезды или или звездной системы или галакти это это не это не цикличность это некая последовательность фаз а новые то конечно появляются на это очень трудно понимаете сравнительно с жизнью так сказать звезды это очень простая очень простая система которая так сказать ну в современной физике уже хорошо понятно так сказать очень точно и детально описано жизнь намного сложнее с другой стороны эволюция в некотором смысле процесс обучения и так сказать сложность системы она в ходе обучения сложность системы возрастает и в некотором смысле да какая-то какая-то предсказуемость тут есть так сказать вот эти эволюционные транзиции фазовые переходы они от молекул к клеткам от изничных клеток к многоклеточным организмам от многоклеточных организм к ну потому что называется обществом можно так назвать социумом один раз происходило в ходе эволюции даже на земле эти стадии наблюдаются они действительно достаточно закономер в принципе идея о том что так сказать ну существуют какие-то фазы конечное число неких фаз они при некоторой своей фантастичности на самом деле не является бы смыслом но понять нам и предсказать что вот это такое в будущем это очень непросто и потом опять-таки нужно понимать что это что ход эволюции все-таки очень сильно задан так сказать граничным условием той материальной средой которая имеется существует много литературы в области научной фантастики и среди авторов этих книг подавшись чрезвычайно изобретательные и умные люди которые изобрели много интересного в последующей фазе эволюции прогулатической цивилизации и и много другое при этом это все это все весьма остроумно ну не все но много интересного но при этом забываются все-таки важные моменты никогда не просчитывается важный момент а сколько собственно говоря энергии нужно для того чтобы реализовать вот какие-то какие-то так сказать новые стадии эволюции я сильно подозреваю что так сказать галактические цивилизации никогда не возникнут не потому что они не могут возникнуть так сказать в силу ограниченности самого процесса эволюции так сказать вот этого процесса обучения можно все это себе представить достаточно легко но количество энергии которые нужны для их существования просто недоступ поэтому так сказать думать об этих вещах все-таки следует в рамках существующих ограничений а в рамках ограничений то есть иными словами представляю скажем дальнейшие какие-то стадии эволюции цивилизации следует все-таки ограничивать солнечные системы да и то они просто вот и что в ходе этого в пределах этих ограничений ограниченных условий возможно что нет предсказывать непросто ну вот если немножечко вернуться в более прикладную часть чтобы действительно использовать весь ваш научный потенциал сейчас опять я задаю вопросы просто опираясь на то что у меня щелкнуло в голове вот если говорить о генетической информации вот объем этой генетической информации с эволюцией я так полагаю что должен увеличиваться то есть простейшим к простейшим объем информации как бы наверное меньше чем сложнее организм тем вот этот объем информации передающийся от там одного вида одного представителя к другому он постоянно увеличивается вот сейчас если говорить о человеке с точки зрения вот этого вектора объем этой генетической информации которая передается там от родителей к детям он постепенно увеличивается либо он стабилен вот мы как бы замкнули этот эволюционный грубо говоря вот остановились там не знаю или не остановились и вот этот объем он как бы константен ну это вы так сказать непростой вопрос состоящий из многих частей значит в ходе эволюции так сказать количество информации передающейся при размножении максимально сложных организмов существующих на данное время конечно увеличивается не нужно забывать никогда что господствующие организмы в нашей БСП это бактерии количество информации они тоже перерпевают свою эволюцию тем не менее если возьмете одну гактериальную клетку количество информации которая в ней содержится ну в общем такое же как было 3 миллиарда лет на сэ одновременно конечно возникают более сложные формы которые придают больше но все дело так сказать в обременных шкалах за последние 10 тысяч лет произошло гигантское развитие человеческой цивилизации которая имеет уже существенные геохимические последствия планетарного масштаба в то время как генетически с видом практически ничего не произошло да и не может просто не может произойти на таких временных масштабах это занимает гораздо большее время поэтому но возникли совершенно другие как вы уже касались совершенно другие пути передачи информации не только человеческих допустим вообще насекомых тоже поэтому тут так сказать основное дело заключается в том что на разных уровнях сложности существуют разные пути передачи информации разные носители информации меняется на разные сложности вот тогда можно ли сказать что в геноме человека есть информация вот следы вот этого цивилизационного развития то есть что-то там теперь записано что вот теперь там есть этот какой-то вот не знаю набор информации который произошел в результате влияния именно цивилизационного развития на человека либо там только биологическая информация о том как как жить нужно мне кажется немножко аккуратнее так сказать это можно уже вернуться опять к примеру с жирафом так сказать способ питания не влияет на эволюцию жирафов непосредственно но конечно но зато существует в качестве фактора отбора так сказать естественный отбор был пояснен тем жирафам у которых так сказать длинные шеи ну вот примерно то же самое наверное из цивилизации непосредственно наследство никак оно не влияет другое дело что так сказать факторы отбора могут меняться но еще раз отбор это довольно так сказать медленный процесс да к тому же и так сказать влияние вот этих изменений на эволюцию скажем человека оно весьма неоднозначно сейчас допустим печальный так сказать аспект этого дела состоит в том что у нас сейчас селекция существенно ослаблена вообще это конечно очень хорошо так сказать люди могут выживать и размножаться несмотря на заболевания разного свойства и сильнейший уже не имеет преимущества в плане размножения но с другой стороны ослабление отбора это приводит к утоплению вредных мутаций это одна страна другая страна что записано в динаме в нем конечно не записано то что люди строят дома компьютеры водородные бомбы и так далее это там ничего не записано но некоторые вещи некоторые мутации там имеются и мы про некоторые из них понимаем какие ну например те которые те изменения в генах совершенно конкретные которые позволяют нам использовать свои голосовые связки и разговаривать это существенный момент и это не такой уж невероятно сложный мы про это уже кое-что понимаем в результате сравнения геном человека и обезьян и другие такие вещи развитие развитие так сказать руки которая позволяет сравнить незначительные изменения которые однако означают очень много позволяя человеку производить тонкие действия эти генетические изменения которые являются посылками для возникновения сложных поведенческих комплексов их можно проследить а вот тогда вот если посмотреть на всю эту генетическую информацию сколько там накопилось то есть вообще можно ли сказать что сейчас в этом объеме информации есть что-то совершенно ненужное что просто переходит как некое какой-то такой багаж как наследие самой истории эволюции вне всякого сомнения большая часть нашего генома условно так сказать весьма приблизительно 80% нашей ДНК может чуть меньше может чуть больше приблизительно скажем 80% это так называемый junk DNA мусор который действительно накапливается в ходе эволюции ну тут важная важная вещь заключается в том что в нашем геноме имеется огромное количество так сказать остатков которые даже не всегда легко распознать вирусных геномов которые туда встраиваются и действительно этот весь junk передается по наследству потому что так сказать селекция отбор недостаточно эффективен вот в таких сложных так сказать организмах с маленькими популяциями чтобы все это отбросить так что наши геномы они так сказать чрезвычайно именно наши в данном случае подчеркиваю наши чрезвычайно в некотором смысле устроены неэффективно неоптимально даже более правильно неоптимально в отличие от парадоксальным образом геномов бактерий и вирусов которые устроены куда ближе по крайней мере к оптимальности по крайней мере в сравнительно коротких масштабах войны это одна сторона вопроса другая сторона вопроса конечно заключается в том что этот вот весь так сказать мусор он в каких-то случаях используется эволюцией для создания чего-то нового так сказать используется его незначительная часть но эти случаи использования казалось бы бесполезных кусков ДНК они важны для его то есть это такой некий как бы тулкит на всякий случай что если что-то вдруг изменилось то было бы что-то для того чтобы то есть с землей происходили там гигантское количество изменений начиная там климатические ну в общем любого рода соответственно все это каким-то образом там отобразилось и в случае если в будущем что-то будет необходимо это иметь для того чтобы адаптироваться к меняющимся условиям ну как вам сказать ну в некотором в некотором смысле конечно да но вот это устройство генома такое вот неоптимальное нужно понимать что оно оно действительно неоптимальное оно действительно неадаптивное мы имеем все это лишнее потому что не можем от него избавиться они по каким-то другим причинам но то чего вы ну как часто приводят аналогии с каким-то там так сказать ремесленниками или любителями старинной мебели которые находят так сказать всякую дырянь на свалке и делают из нее что-то хорошее ну вот примерно действительно это хорошее такое сравнение потому что примерно так действует эволюционный процесс если он не может избавиться от этого мусора он действительно не может то какая-то часть мусора иногда использует но это неоднозначно то есть в какой-то в самом начале ведь этого мусора не было то есть этот мусор сложился за миллионы лет миллиарды лет эволюции соответственно сам факт того что человек может измениться не имея вот этого мусора а адаптироваться и создать необходимое изменение мутацию как бы в процессе уже соответственно вот если сейчас появились эти технологии я не знаю насколько то есть можно ли себе представить что там не знаю CRISPR или еще что-то позволит обнулить это вот избавиться грубо говоря понять что действительно нужно и просто взять и обнулить и начать грубо говоря с чистого листа переходить только с тем что максимально нужно и поехали вот уже как бы с какого-то такого более не неся за собой вот этот вот весь мусор ну вы знаете естественная эволюция этого сделать не может естественно понятно просто вообще не может значит так сказать искусственные такие манипуляции над геномами ну вообще говоря они проводятся конечно же не с не только что не с человеком но и не с мышами не с какими так сказать сложными организмами а вот с бактериями вирусами они проводятся и да так сказать в принципе можно минимизировать так сказать генетическую информацию до так сказать прожиточного минимума ну в случае скажем бактерий но ведь к чему это приводит да можно их-то геномы достаточно сильно оптимизированы но теряется так сказать эволюционная гибкость возможность приспосабливаться для каких-то там технологических целей это может быть даже вполне хорошо и важно таких ну а говорить о подобного рода экспериментах на сложных организмах мне честно говоря даже не хочется это это слишком сложно и уж не говоря о так сказать всяких там человеческих этических и подобных соображений тогда можете более подробно вот рассказать что таких вот что и что лежит в основе ваших вот исследований с точки зрения вот именно computational evolution вот что это создание каких-то моделей симуляций что лежит в основе вот таких классических исследований которые проводятся на базе вычислений ну видите ли мы с вами тут говорили о достаточно общей форме процессах передачи информохранения и передачи информации но ведь это совершенно наша повседневная реальность современной биологии мы имеем полные последовательности геномов для огромного числа организмов в результате так сказать в основе этой всей работы лежит сравнение этих последовательностей реконструкция их эволюции ну и на так сказать некотором более подвинутом этапе сравнение результатов этой реконструкции с некоторыми теоретическими моделями я сейчас боюсь ошибиться я просто видел инфографик на котором было изображены наши ближайшие соседи с точки зрения вот именно ДНК и там что-то совершенно как бы не похоже на человека там даже чуть ли не растения какие-то были то есть вот вы этим занимаетесь вы сравниваете что и как то есть с точки зрения вот этой генетической информации отличается и пытаетесь понять что пошло таким образом что вот у нас появилось вот это а у другого вида появилось совершенно другой какой-то виток развития и вот этот принципиальный момент вот эта стрелка когда что-то пошло не так является каким-то таким фундаментально важным аспектом в изучении ну как вам сказать ну вообще-то конечно дело в том что к счастью имеющаяся в настоящее время информация о геномах она позволяет нам так сказать задавать вопросы и пытаться отвечать на них относительно эволюции на самых разных масштабах так сказать на любых характерных для эволюции жизни вплоть до так сказать некоторой реконструкции тех организмов которые существовали ну теоретической реконструкции хотя от нее можно переходить к экспериментальной организмов которые существовали 3,5 миллиарда лет назад или несколько раньше до того что происходит сегодня в самом буквальном смысле например эволюции вариантов какого-нибудь коронавируса к счастью разными подходящими для этого методами с разной степень достоверности тоже можно исследовать так сказать все эти эволюционные процессы чем мы в общем в меру силы занимаемся то есть можно понять вот именно как бы природу то есть я понимаю пытаюсь вычленить практический смысл ваших исследований то есть не теоретически что как бы понимать а вот именно практический смысл то есть как раз таки за счет выявления паттернов можно создать модель прогнозирования там эволюции вирусов там не знаю там еще чего-то вот вот практический смысл в этом заключается практический смысл ну практически во-первых во-первых наши исследования не направлены исходно на практический смысл ну из этого все равно они когда-то могут появиться практический смысл они появляют и они многообразны практические применения ну одно из них например совершенно очевидное и очень важное это понимание генетической природы болезней в котором достигнут гигантский прогресс это иногда это относительно просто по современным понятиям для всяких генетических заболеваний там типа серповедно-клеточной анемии или гемофилии вот такого типа айнолит очень сложно и не полностью решено тем не менее безусловно движется в сторону прогресса как понимание того что такое рак и как происходит эволюция опухоли это безусловный практический смысл мы понимаем так сказать как идет к примеру эволюция вирусов и можем какой-то мере использовать это понимание для прогнозирования возникновения новых вариантов это сложно и сейчас находящиеся на стае быстро прогрессирующие я надеюсь кроме того изучая геномы можно обнаружить и это происходит через очень много интересных так сказать биологических систем которые могут использоваться в практических целях ну вот вы упомянули кризис это хороший пример ну я немножко со своей точки зрения потому что мне пришлось так сказать и приходится довольно существенно поучаствовать в открытии этого дела и в дальнейшем развитии изучения и развития это очень такой хороший пример потому что это что-то такое чрезвычайно биологически чрезвычайно интересное с точки зрения фундаментального биолога одновременно имеющий колоссальное практическое применение таких вещей немало поэтому практически смысл возникает и применение возникает в очень разных точках хотя и не являются целью развития самой науки а вот можем более подробно поговорить про криспер и вообще в принципе то значение для биологии и то что это к чему использование этого инструмента может привести то есть какие мы можем решить задачи используя вот этот криспер касс вот эту систему и то есть вот тут очень важный момент я сейчас попытаюсь сформулировать мысли что это же то что как бы нам открылось то есть это не то чтобы человек придумал это же как бы то что открылось смогли это описать и каким-то образом так насколько я понимаю это же процесс это это так хотя нужно заметить что для того чтобы это эффективно применить производится различные так сказать манипуляции но уже над на основе существующих в природе систем вот и я как бы вот то есть сейчас возьмем это запишем как бы условно то есть природа как-то миллиарды лет работала над созданием сложных инструментов для поддержания жизни развития эволюции и тут как бы вот раз это открылось человеку и теперь мы теперь можем влезать в механизм который не то чтобы в отдельные его части а в целом он много есть таких blind spot которые как бы непонятны то есть потянув за одну ниточку в этом каком-то невероятно сложном клубке там похожий на какой-то сложной такую форму белка да какая-то непонятная то может повлечь за собой какие-то последствия которых мы даже представить не можем потому что непонятны корреляции и вот вот это как к этому нужно относиться с точки зрения вот инструмента насколько эта штука опасна для последующего развития человечества ну вы задали какой-то сложный многосторонний так сказать вопрос я попытаюсь сказать но не вполне уверен что я буду ему отвечать потому что он сложный и немножко неконкретно во-первых я все-таки скажу что вы говорите такие вещи которые не очень искушенным слушателям могут воспринять очень неправильно природа никогда ничего не создавала для эволюция идет и в ней происходит процесс обучения процесс селекции он совершенно так сказать слепой но приводит он конечно к возникновению большого количества так сказать интересных и сложных и полезных вещей надо всегда понимать что природа ничего не создавала для чего-то но это ретроспективный взгляд то есть понятно что ретроспективный и так сказать очень непродуктив это одна сторона вопроса другая сторона вопроса действительно мы исследуем эти так сказать различные биологические функциональные системы и начинаем их понимать ну чтобы так сказать был чуть-чуть конкретно что такое CRISPR это бактериальная система адаптивного иммунитета вот у нас есть адаптивный иммунитет про который сейчас все очень хорошо знают из пандемии когда мы значит вырабатываем антитела против и создаем клеточную иммунную память против определенных вирусов допустим но интересным образом так сказать вот было сделано открытие 15 лет назад того что у бактерий существует тоже система адаптивного иммунитета причем она очень интересно устроена это система которая записывает информацию о встречающихся патогенах вирусах в первую очередь собственно в гено берет кусочек генетического материала ДНК этого самого вируса вставляет это собственное гено и потом его использует для того чтобы при новой встрече с этим вирусом его узнавать и уничтожать исключительно высокой избирательности точностью и вот на этой исключительно высокой специфичности и основано применение таких систем потому что мы их можем так сказать изолировать ввести в любую клетку и получить в точности нужное изменение данного куска генома который нас интересует не затрагивая ну так сказать в идеале не затрагивая ничего другого в этом геноме это исключительно мощный инструмент на порядке превышающий все предыдущие манипуляции с геномом были возможно уже и раньше тоже на основе механизмов существующих в природе но они были намного намного менее эффективными и точными а эта самая система CRISPR позволяет в общем менять геном по замыслу экспериментатора так как хочется грубо говоря ну и возможности эти уже очень широко используются для изменения геномов бактерий скажем да и не только бактерий даже уже скажем можно делать такие изменения в эмбрионе мыши и получать так сказать трансгенные линии мышей получение которых раньше было исключительно сложной работы весьма легко так сказать вот такие модельные организмы связанными свойствами значит совершенно очевидно что человеческий геном не исключение и существует в принципе возможность модифицировать и очень широком диапазоне и человеческие эмбрионы что в первую очередь позволяет открывать возможности для генетической терапии ну а хотя нужно подчеркивать что пока что эти возможности так сказать не полностью отработаны именно для системы КАИСПР но наверное очень трудно сомневаться в том что через несколько лет они отработаны будут применяться все больше и больше ну а других так сказать задачах по изменению человеческого организма наверное лучше не говорить то есть если посмотреть сейчас на объем проблем который чисто теоретически можно решить вот за счет этой технологии то насколько как бы мы вот ну медицина и вообще человек станет как бы более ну то есть не то чтобы как бы менее уязвим в отношении того что сейчас является какой-то такой тяжелой ношей ну это такой вопрос так сказать достаточно правильно видимо заданный потому что именно так сказать тяжелая ноша генетические грузы это достаточно серьезное явление это не то что нам угрожает вот на на шкале так сказать месяц лет как какой-нибудь вирус но это в принципе серьезная проблема и вот такая технология как CRISPR вообще говоря это требует существенного развития но вообще говоря может помочь этот генетический груз так сказать уменьшить удалять вредные мутации из человеческих эмбрионов хотя для практической реализации подобных подходов все-таки еще достаточно далеко а это следствие того то есть если взять и посмотреть на предыдущие методы редактированные геномы допустим привязать что это как будто бы мотыга а CRISPR это такой некий плуг то как бы есть потенциал к тому что есть более совершенный инструмент который позволит более эффективно редактировать геном либо это как бы то что природой верхнеуровневая возможность которую просто нужно допилить с учетом технологии и всего остального из того что возникло в природе как мне кажется это все-таки так сказать конечное разнообразие представить себя существенно более эффективный инструмент который удастся извлечь непосредственно из природы ну сложно хотя никогда не нужно говорить что это невозможно но в то же время так сказать не нужно недооценивать возможности например уже такой человеческой инженер молекулярной инженер этих самых систем CRISPR возможности очень велики и вполне возможно что из них можно создать не только клуб но и так сказать комбайн который позволит менять геномы с очень высокой эффективностью а можно ли говорить о том что ну вот я не знаю насколько это применимо вообще к биологии вообще то есть сейчас как бы давайте опустим этический компонент полностью и вот скажем так что сейчас попытка что-то поменять ну то есть скажем так если говорить о благом чем-то там избавиться от каких-то генетических дефектов сложных заболеваний и так далее но вот придет ли момент когда вот уже хочется уже будет возможность когда отработаны будут все инструменты редактирования и это будет как бы как не знаю как не знаю лечение какой-то совершенно простой простуды и возникнет технологии по созданию то есть не редактированию а созданию с нуля нет во первых понимаете создание с нуля это очень странно если вы хотите так сказать заниматься изменением так сказать человеческих организмов то это может делать только на основе генетического человеческого генома а не с нуля другое дело что создание чего-то нового каких-то новых возможностей все равно на основе существующих да но это просто материал понятно тот же но вопрос в том что вы создаете вот как бы условно лежит гора кирпичей да и вот как вы его сложите эту горку это уже исключительно то что вы сделали а не просто уже из какой-то сложившей структуры вы один кирпичик переставляете на другое место и вот как бы это изменение наверное с кирпичами не самое лучшее сравнение организм это результат всех почти четырех миллиардов лет эволюции менять его можно ограниченным числом путей он должен оставаться так сказать жизнеспособным при этом конечно новые признаки вносить можно ну и собственно говоря ничего так сказать фантастического в этом нет все мы прекрасно знаем генетически модифицированные организмы есть тенденция их запрещать ну чрезвычайно горчительная тенденция на мой взгляд но тем не менее некая осторожность она всегда нужна тем не менее значит генетически модифицированные организмы совершенно новыми свойствами мы прекрасно знаем собственно это все что я скажу поэтому потому что обсуждает манипуляции с человеческим генолог оставлять стороне этический компонент бессмысленно это нравится это кому-то или нет но он тут является совершенно центрально это понятно насколько внутрь это такое что же любопытно согласитесь что такое ощущение что вот этика как будто бы это такой некий страж который ограждает человека от создания чего-то непоправимого это это мы занимаемся биологии для нас эти моменты важны как некий так сказать ограничитель на вообще обсуждать этику я не буду окей тогда ну а еще один из тех направлений которые вы занимаетесь это к эволюция паразитов ну да вот и тут любопытно вот все ведь зависит от как бы приближение вот если посмотреть допустим на недавние какая-то симуляция клетка показали но это просто какая-то вселенная да там просто невероятное видео которое там что-то происходит просто какой-то такой невероятный как бы вот суп из постоянно чего-то движущегося изменяющегося и так далее по если взять и увеличить вот то как бы нашу землю да вот как раз таки вот того самого той самой симуляции посмотреть нечеловеческим взглядом можно ли тогда человека взглядя на его образ жизни назвать паразитом назвать то можно что угодно и чем угодно в каком какое-то имеет так сказать активный смысл это другой вопрос ну вообще говоря действительно если рассматривать биосферу так сказать как целая как систему так сказать извне то вообще говоря ну понимаете тут следующее современной биологии термин паразит используется все-таки в ограниченном смысле как один организм или там биологическая система потому что вирусом не надо называть организм который паразитирует на другом что-то у него забирая и ничего не давая в этом узком смысле человека нельзя назвать паразитом биологически не паразитирует на других но в более широком смысле если рассматривать биосферу как единую систему видимо один вид который приводит деятельность которого приводит к исчезновению большого количества других видов в некотором смысле является паразитом этой системы просто если человек как вот хост как человека рассматривать как сложную биологическую тоже систему ведь человек ведь это же тоже там это целая вселенная состоящая там из миллиардов клеток и паразит он как раз таки взаимодействует как бы с человеком который является вот этой сложной биологической системы также и человек на более отдаленном значении взаимодействует с биосферы как со сложной биологической системой за словно любой вид который существует в биосфере если учитывать микробы бактерии то число этих видов существует миллиардами взаимодействует со всей системой взаимодействует они по-разному и так сказать локально как мы отлично знаем существует так сказать инвазивные виды ну вот доводится какой-то там растение или животное куда-то и так сказать начинает агрессивно размножаться вытесняя местный местную флору или фауну таких примеров полно в некотором смысле на уровне биосферы но вот человека можно рассматривать таким образом а если рассматривать классических паразитов как бы не не брать в расчет человека это все таких ну что-то необходимое с точки зрения эволюции то есть вот это было необходимо с точки зрения появления либо все таких это просто артефакт развития в этом эволюционного пути и как бы здесь нету как бы но как бы зависимости от их существования то есть скажем так что если бы форма паразитизма не возникла то эволюция бы прошла бы без них такой вопрос правильный интересный ответ однозначный возникновение паразитов в ходе эволюции неизбежно именно неизбежно не то что нужно это так сказать это неправильно обставка вопрос поскольку никаких целей то в эволюции нету то ничего в неизбежно а вот что неизбежно это совершенный так сказать факт ну это понятно что в любой таскать игре возникает то что называется чит то есть те кто когда имеется какой-то ресурс те кто старается использовать взамен ничего не добавить это это совершенно неизбежно и вот по именно вот из таких общих принципов разные типы паразитов обязательно возникают в ходе эволюции ну а поскольку избавиться от них на локальная популяция от конкретного паразита может избавиться в долговременной перспективе избавиться от них нельзя и тут я имею тут вот это нельзя имеет ну примерно такой же смысл как закон термодинамики энтропия замкнутой системы может только возрастать связанные вещи на самом деле избавиться от паразитов нельзя ну а раз от них нельзя избавиться то очень многих конкретных ситуаций хозяин так сказать приходит наступление неким образом использует уже и паразит ну допустим заимствую у него некие гены которые полезны самому хозяину иногда от защиты для защиты от тех же паразитов бывает и что для совершенно других я просто не знаю насколько сейчас правильно передам информацию что бывает так что и паразиты влияют на поведение человека и вообще в принципе живых организмов тогда вот как как можно вот это интерпретировать именно сам факт того что паразитирующий организм начинает контролировать хвоста но не контролировать а скажем так влиять на его жизнедеятельность конечно паразиты очень существенно влияют на жизнедеятельность хозяина вплоть до ее прекращения как мы знаем интерпретировать это можно так сложный феномен так принципиальный биологический феномен поскольку как уже было сказано паразиты это неотъемлемая часть эволюционного процесса соответственно это очень общий феномен они влияют на жизнедеятельность хозяев самыми разными способами так что может быть более как-то смысленно ответить на ваш вопрос нужно наверное понимать что существуют так сказать все переходы между разными формами существования со существования организмов от паразитизма до симбиоза даже до того что называется мутуализм когда организмы так скажем два организма начинают быть совершенно необходимыми для другу ну как допустим какой-нибудь лишайник в котором там есть грибы и водоросли и они выполняют определенную функцию как уже новый организм но это просто такой пример вообще общий так сказать путь эволюции ну вот все мы знаем во всех клетках существуют митохондры и вот эти митохондры это потомки бактерий которые видимо сначала были паразитами а потом стали симбионтами а потом стали совершенно жизненно необходимы это все было когда еще я был совсем маленький давно примерно два миллиарда лет назад но тем не менее никаких сомнений что принципиально революционное возникновение этих важнейших компонентов и у криотической жизни пошло именно таким путем а если то есть вот если на это смотреть что получается в какой-то момент времени вот это произошло произошел какой-то симбиоз а теперь это неотъемлемая часть то есть сейчас это этот процесс он в дальнейшем возможен то есть мы достигли определенного какого-то гомеостаза когда все извне уже пришедшие не может стать чем-то неотъемлемым с точки зрения дальнейшего развития либо все таких такой процесс создания этих симбиозов и последствий перехода в какую-то иную форму взаимодействия он по-прежнему сохраняется видите ли опять все зависит от эволюционной шкалы симбиозы возникали в ходе эволюции гигантское число раз продолжает возникать и теперь но все эти процессы они так сказать происходят и фиксируются на очень больших временных шкафах в ходе эволюции одного вида что сравнительно короткое время масштабе всей эволюции такого в общем уже не происходит хотя как смотреть на человеческую эволюцию это вопрос можно здесь видеть так сказать новые формы симбиоза ну допустим с культурными растениями и домашних животных но это такой он не интегрированный то есть это симбиоз который как бы просто как форма сосуществования ну как вам сказать на каком уровне чисто биологический на уровне одного организма да не интегрирован на уровне так сказать экологической системы ну как сказать интегрированный в общем очень очень все любопытно просто я как бы пытаюсь понять как бы вычленить какую-то такую какую-то более твердую твердую как бы такую среду для того чтобы понятно вот на чем мы стоим то есть сейчас это человек это квинтэссенция вот пути вот биологического развития либо же мы еще находимся в какой-то ну то есть с учетом потенциала в некой незрелой форме что у нас есть какие-то генетические болезни мы вообще в принципе стареем умираем и вот так далее то есть вот это это неотъемлемая часть вот это вот несовершенство человеческой природы либо путем участия ученых путем дальнейшего развития мы можем прийти какой-то более скажем так абсолютированной биологической форме когда вот этих вот как бы уязвимостей будет значительно меньше и это можно назвать как более высокой форму существования ну видите ли вообще эволюционные биологи очень не любят говорить о прогрессе это считается как бы неприличным но значит конечно говорить о они сколько угодно говорят об адаптации и в надлежащем контексте говорят об увеличении сложности а прогрессе они предпочитают не говорить я вышли уж тем более высших форм потому что ну высшие то с такой точки зрения хотя бы с точки зрения того что не болеем живем дольше и как бы ну по крайней мере это не как бы не не лотерея когда ты приходишь я понимаю что вы говорите значит дело следующее как мы уже говорили так сказать ну цивилизация нравится кому-то или нет это так сказать эти мерчант феномен у которого есть свои так сказать свойства вы говорите не болеем живем дольше ведь это уже наблюдается 200 лет назад ну я не думал точные цифры но десятки процентов новорожденных умирали не прожив несколько месяцев а а также значительная часть их материи лечение от инфекционных заболеваний только вирусных бактериях фактически не было таким образом пневмония возникающая в результате осложнения инфекции была исключительно опасным сейчас смертельным заболеваниям средняя продолжительность человеческой жизни скажем 300 лет назад даже если вычесть владенческую смертность составляла ну если вычесть может 40 лет все это очень сильно изменилось люди люди живут там двое дольше совершенно так сказать спокойно часто в развитых странах дети в раннем возрасте умирает очень редко их материи практически никогда ситуация очень сильно уже изменилось да но это благодаря как бы то есть это благодаря тому что гений человека привел к значит созданию средств там медицинских препаратов технологий для излечения и так далее но по сути это как бы борьба с возникающими какими-то последствиями либо возникающими там какими-то болезнями но это не решение этих проблем то есть может ли быть создана как бы вы за счет опять же гения человек когда человек просто не болеет когда вот у него нету проблем связанных с возникновением каких-то вот заболеваний потому что решили эту проблему нашли уязвимости эту уязвимость условно выключили на генетическом уровне ну либо каким-то другим способом этого просто нет не нужно бороться с тем что не возникает я не думаю что такого рода развитие возможно ну в некотором смысле это опять-таки противоречит термодинамики любая так сказать любая система на себе испытывает так сказать действия второго закона термодинамики так сказать тенденцию к ошибкам к увеличению энтропии ко всяческой порчи так сказать этого отменить не может никакой гений никогда соответственно так сказать все это любой любые так сказать человеческие продвижения имеют форму именно в общем борьбы против энтропии локальные борьбы против энтропии грубо говоря тогда а можно ли тогда сказать что сама эта борьба приводит к осложнению ну то есть решение существующих проблем приводит к проблемам более высокого уровня сложности ну просто по-видимому по-видимому да приводит ну например увеличение продолжительности жизни приводит ко всяким социальным проблемам очень хорошо и так сказать из гуманистических соображений мы всегда будем считать что это очень хорошо но но это приводит к сложным социальным проблемам ну и любые такие имеют больше чем одну сторону ну вот я просто допустим такой пример да то есть до появления там медикаментов большинство людей там умирало от каких-то инфекций соответственно с инфекциями справились теперь там значит следующий этап это там сердечно-засудистые заболевания окей условно тоже с ними справляемся рак и всевозможные формы тоже проблема какая которая будет решена потом значит что наступает альцгеймер и там всевозможные вот то есть след то есть как бы есть какие-то определенные майлстоуны которые требуют решений но как бы мы не думаем о следующих проблем потому что большинство людей до следующих проблем не доживает и вот есть ли вероятность того что решение вот это вот постепенное решение вот таких каких-то фундаментальных проблем связанных с продолжительностью жизни сложными болезнями приведет к тому что вот будет какой-то момент времени после которого решение проблемы невозможно это интересный вопрос и действительно так сказать ведущие проблемы меняются ну действительно исключая там такие вещи как пандемия которые все-таки ну временное явление при всех своих ужасных свойствах там основной медицинской проблемой теперь является действительность сердечно-сосудистые заболевания и рак ну раньше люди в общем до этого часто не доживали погибали от других причин когда эти причины устраняются ну значит тогда вы выходите на первый план вот эти более фундаментальные и и определенным образом они решаются нужно понимать что это комплексные проблемы и сердечно-сосудистые заболевания и рак это комплексные проблемы это не просто так сказать заразились там какой-нибудь бактерии и соответственно они не имеют никогда не будут иметь одного простого решения но тем не менее но тем не менее комплекс так сказать действий приводит уже к существенному так сказать улучшению ситуации к тому что грубо говоря эти проблемы предстают предстают быть фатальными а становятся так сказать такими с которыми можно эффективно бороться и да возникает возникает следующий барьер никто никогда по достоверным данным не прожил больше 120 лет когда больше это уже какие-то мифы с чем это связано а мы не знаем с чем это связано на самом деле наше понимание природы строения хотя оно улучшается но тем не менее еще очень несовершенно и мы не знаем в каком смысле вот такой предел является жестким или или и так сказать какие усилия какие побочные эффекты могут быть если его удастся понять и устранить то что такой вопрос станет да в общем это наверное почти неизбежно он уже встает но но каким будет решение сказать невозможно и будет ли оно потому что существует достаточно много так сказать аргументов в пользу того что это предел достаточно жесткий это любопытно потому что ну как бы одно дело когда есть факторы там ограничивающие жизнь и есть как будто бы предположение что с этим как будто бы можно бороться и наверняка там будут побеждены какие-то серьезные заболевания и это даст возможность жить дольше но вот когда существует некий потолок и представить себе будущее в котором медицина и вообще наука настолько развита что вот просто тебе отведено грубо говоря по рождению и наверняка это как чуть ли не будут атомные часы которые будут с момента рождения учитывая твою генетическую природу определять сколько тебе отмерено и вот этот вот весь потенциал накопленной науки будет как бы бессилен перед вот какими-то заложенными биологическими часами и это такое наверное какая-то будет невероятная мука с точки зрения биологии медицины ну не знаю что касается биологических часов и сколько тебе отмерено ведь это немного не так так сказать есть мутации которые очень очень высокой вероятностью допустим приводят человека к раннему инфаркту или к определенным видам рака мы умеем с этим уже бороться ему можно так сказать глядя на его геном можно сказать что ему отмерено там 40 лет благодаря так сказать современным медицинским подходом он отлично живет до 80 так что это менять можно как я уже сказал состояние это открытая проблема и почему никто так сказать по существующим наблюдениям не прожил больше 120 лет мы этого не понимаем они конечно в понимании этого будет прогресс несомненно что нужно сделать для того чтобы снять этот боец совместима ли это с какой-то так сказать эффективной жизнью я не знаю никто не знает это этот вопрос еще предстоит ответить главное чтобы вот как бы этот ответ он то есть я просто пытаюсь представить себе ситуацию когда скажем так вот есть же сейчас вещи которые на которые задавая вопрос ты получаешь ответ и как бы он безапелляционен то есть как бы там вариантов уже интерпретации нет ну 2 плюс 2 4 и как бы тут любые полемики они бессмысленны наверное вот в рамках вот той математической тем теории да и вот так же представим себе математика это очень сильно в этом смысле очень сильно отличается от естественных наук да но вот представим себе что скажем так вот придет такой уровень просветления когда биологи сказать ну вот там 120 и все и это безапелляционно вот это как может повлиять вообще на вот самый экзистенциональный экспириенс человека то есть сейчас мы как будто бы живем когда это непонятно то это где то есть какая-то определенная свобода для интерпретации развития мыслей фантазии и так далее что как будто бы существует живет какая-то некая надежда что вот мы сможем там в какой-то момент времени там наши там прапрапрапраправнуки смогут жить там долго а вот раз и этого не стало вот это может быть вот прямо экзистенциональный кризис что вот ну вот пум при всех благах до родился до дефекты окей подрезали там криспером восстановили вот тебя обнулили тебя до 120 и все допустим что возможно что и так так сказать ну это сложный вопрос о естественные науки это не вне не математика хотя и в них существуют очень жесткие вещи как те же законы то что так сказать записан такой жесткий предел там 120 и все это так сказать это будет понять с чем это связано и как-то это изменить будет можно но вполне возможно что так сказать чтобы это удлинить существенно нужны такие перестройки организма которые тем не менее нереально экзистенциальные проблемы этим небо ваша забота просто исключительно такая спекуляция понятно что я думаю об этом с утра до вечера вот понимаете если мы уже все мы так сказать словом смертны там насколько это удастся продлить это другой вопрос и если уж кому-то хочется находить так сказать экзистенциальные основы для оптимизма но тут наверное нужно думать в масштабах следующих поколений масштабах сказать планетарной революции так далее ну вообще честно говоря не знаю нет не представляется но знаете завершение просто на исключительно то что ты сейчас возможность человеком который занимается вот изучением вирусов всего связанного с эволюцией вирусов и так далее узнать ваш прогноз в отношении пандемии ну такой какой-то избитая тема но просто действительно это такая возможность которую я не хочу потерять конечно конечно ну как вам сказать прогноз в отношении пандемии конечно он возможно все-таки эволюция так сказать адаптация вируса к хозяину она имеет определенные пределы и в какой-то момент эти пределы будут достигнуты и пандемия либо либо просто нас покинет либо превратиться так сказать в такое эндемическое заболевание которое будет так сказать персистировать на сравнительно низком уровне как когда когда это произойдет является ли вот это твой антомикрон который сейчас доминирует последним может быть может быть не может быть возникнет следующий и еще год будем жить в относительно острой фазе этой пандемии этого я предсказать не могу то что в течение небольшого числа лет она так сказать либо прекратить либо еще это полностью либо перейдет вот в такую вот так далее в текущую фазу я думаю что серьезных сомнений а вот это либо либо можете сказать это 50 на 50 либо здесь есть какое-то отклонение в какую-то сторону больше нет так нельзя у нас мы мы так прогнозировать не может это зависит от многих параметров и представляет это какой-либо так сказать специфической формы какой-либо специфической вероятности у нас нет понятно что же евгений спасибо большое то есть был ну очень интересная попытался использовать весь свой потенциал для того чтобы вот как бы использовать ваши знания чтобы что-то для себя понять то есть не для других людей потому что я подозреваю что многие быть на моем месте кто-то другой наверное задали вопросы более важные с точки зрения человечества мне нужно от чего-то отталкиваться чтобы задавать вопросы более высокого порядка нужно с чего-то начинать и по сути сейчас это был бы вводный в курс эволюционной биологии который я каким-то образом благодаря вашему участию прошел спасибо большое желаю вам успехов в вашей работе знаете в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей которых вы считаете интересными лично для себя и наверно немножко сложно это пока только из русскоязычной аудитории нет в этом ничего сложного нет я просто сходу предложу две кандидатуры ну людей которых хорошо знаю и моих друзей одна кандидатура михаил коснельсон это крупный физик теоретик с которым мы работаем который живет в нидерландах а второй кандидат это мой тоже друг и однокурсник алексей кондрашов а было же у нас а у вас уже был да и федя был тоже а и даже федя был видите видите как я почему-то не заметил там в самом начале то есть это первое не был недавно а вот алексей был но видите видите как хорошо как совпадают но тогда я не не буду вам больше а нет я вам предложу еще биолога есть такой замечательный так сказать иммунолог и вообще биолог по имени руслан меджетов в ельском университете если у вас еще не было его то пригласите а кроме того рекомендую вам физиков которые занимаются космологии интересные люди и интересная наука вот я назову двух один это александр виленкин который живет в бостоне а другое андрей линде в стэнфорде я думаю что с ними супер спасибо большое блестящие рекомендации что же еще раз благодарю вас за ваше время было очень интересно все добро спасибо большое всего наилучшим успехов отсюда не